витаю смотрите тапочки для всех понятный предмет вы когда смотрится на них то для вас это просто тапочки для ног и возможно это элемент снаряжения вы отложите ну как то можно же без них обойтись давайте я вам покажу что вижу я в тапочках и как использую в разных задачах возможно после этого видео они таки зайдут ваше снаряжение как более универсальный предмет но вот лично для меня важно чтобы каждый элемент снаряжения работал в различных направлениях начнем с того что при длительном ношении ботинок ногам требуется отдых вы согласны да если вы стационарно пребываете где-то в лагере или есть возможность не ограничивать себя в снаряжении то конечно можно с собой взять там чешки сапоги там в общем все что угодно но давайте рассмотрим вариант необычного использования этого элемента снаряжения в одном из своих видео я показывал как с помощью именно таких тапочек я сделал себе лопасти на руки давайте еще раз посмотрим это в действии на самом деле очень удобно когда ты плывешь и площадь ладоней увеличивают скорость почти при прежних затратах энергии следующий вариант это расположить вот такие пенковые тапочки в отсеке на коленях брюк для формирования наколенников главное чтобы сам отсек был подходящего размера и в момент когда понадобится упереться коленом в землю или предотвратить болезненный удар коленом на момент перемещения сложном пространстве то ваши тапочки вставленные в эти карманы брюк создадут отличную защиту для коленей и таким образом тапочки приобретают потихонечку универсальность можно установить дополнительно полиуретановую пластину это позволит предотвратить проникновение острых предметов к вашим коленям например там шипы растений стекла металлические предметы таким образом тапочки в комбинации с полиуретаном работают отличной защитой для ваших коленей если на ваших брюках на заднем бюсте есть достаточно удобный и большой карман то их можно попробовать вложить туда вот к примеру на моих брюках у меня есть не просто задний карман а у меня есть специальный отсек вот здесь который я могу в который я могу разместить специальный дополнительный слой и таким образом у меня получается сидушка которую не нужно постоянно носить за собой она предустановлена получается в брюках и точно так же я могу туда заложить тапочки и уже получается часть которой я приземляюсь на ту или иную холодную поверхность или неудобную неровную у меня уже в принципе защищена именно тапочками но самый мой любимый вариант это использование тапочек в качестве дополнительного смягчителя под плечевые ремни рюкзака или баула ну вот в этом рюкзаке такие ремни вполне себе удобный и рюкзак небольшой а вот в таком бауле при его полной загрузке уже не так комфортно и вот оно решение тапочки в виде специального слоя на плечи сейчас покажу смотрите то есть сейчас вот эти ленты которые должны мне врезаться в плечи уже никуда не врезаются они именно четко изолированы тапочками и теперь нагрузка полезная которой я могу взять себе на плечи может уже гораздо быть больше то есть мои плечи не будут разрезаться постоянно вот этими лентами самого баула и тапочки при этом как бы огибают так эргономично в нужном месте огибают получается мои плечи и забирают на себя всю вот эту негативную режущую нагрузку которая на меня ложится за счет вот этих ремней самого тяжелого баула и все теперь я могу уже гораздо больше нагрузить гораздо больше пройти и меньше мне будет создаваться дискомфорта на плечах это уже проверенная неоднократно такая вот методика веер для костра тоже себе вполне получается качественно так мелочь а приятно размещать эти тапочки можно и в рюкзаке но полезный объем уйдет поэтому рассмотрите вариант их монтажа под днищем вашего рюкзака и как бы объем не потеряли и сам рюкзак в равенит нища будет меньше изнашиваться это один а это второй присматривайтесь к своему снаряжению внимательно и вы увидите что множество из ваших предметов могут стать гораздо более функциональными все спасибо за внимание скоро увидимся